Бенди Эй, Борис, а тебе не тяжело нести мою коллекцию камней? Я больше в жизни не пойду с тобой в поход, почему я должен нести твои камни, они весят не меньше тонны? Во-первых, потому что они все красивые, во-вторых, потому что я по пути иду работаю, и в-третьих, ну вы же сами меня потащили в поход, вот и терпите. Я же не знал, что в лесу так много красивых камушков, вот я решил собрать маленькую коллекцию. Ага, у меня будет маленькая коллекция мозолей от твоего рюкзака, Иксуша, на ты тащи, я уже устал. Да без проблем, Борис, давай эту легкотню, я из вас за дохликов самый крепкий. На, держи. Ох, йод, ты что, камушки с кирпичами перепутал? Нет, я просто не мог остановиться их собирать, а выкинуть их было жалко, они все красивые, блестящие. Так, все, Бенди больше не берем в поход, ну его нафиг камни его таскать. Борис, Борис, а понеси, пожалуйста, еще мои платья. Ну уж нет, я лучше Бендины камни понесу, они гораздо легче. И я, как воспитанный джентльмен, не могу не помочь Алисе, давай сюда свои тряпки. Ой, Иксуша, ты большой молодец, держи, только аккуратно не урони. Блин, Алиса, этот кирпичи с собой носит, а ты, наверное, рояль прихватила? Что-то туда наложила, он же тяжелее, чем его камни. Ну что ты, там только самое необходимое. Ага, человек на 200 необходимого. Бедный Иксуша, а тебе еще критику дома делать? Ой, ну спасибо, что напомнил, мне еще тяжелее стало. Да ладно тебе, наоборот, ты должен бежать быстрее к своей любимой критике, порхать как бабочка. Да мне хотя бы как гусеница вон до того пенечка бы доползти. Эй, слышите, ребята, я тоже очень сильно устал, давайте передохнем. Да ладно тебе, бяка, посмотри на Уильяма, он два рюкзака твоих огромных тащит с твоим любимым чаем, и то не устал. Он не устал, а я устал, мне нужен заряд бодрости, я хочу выпить чашку чая. Да, Бенди, я тоже устал твои кирпичи таскать, давайте посидим вон на том пеньке, а ты пока там почитаешь что-нибудь, картинки-загадки загадаешь. Ну ладно, ладно, хорошо, что я с собой картинки прихватил. Уильям, Уильям, иди сюда, спой мне, пожалуйста, какую-нибудь походную песню. Хорошо, сир, я могу вам спеть песню про медведя. Уильям, мы находимся в лесу, если ты действительно хочешь жить, спой другую песню. Эй, какие песни, давайте отдохните, тихо тут посидите, а я пока картинки-загадки загадаю. Хорошо, Вэлма, дорогая, ты где? Я здесь, Бяка, что ты хотел? Слушай, хочешь я тебе вот такой венок, как у него сделаю? Чудесный венок, но боюсь это летние цветы, сейчас таких не найти. Один момент, Уильям, как приготовишь чай, наруви цветов. Ну, а сир, где я такие возьму? Мне все равно, хоть в космосе. Конечно, сир, я все сделаю, надеюсь, сказка про 12 месяцев не вранье. А пока Уильям ищет цветы, мы с вами ищем ответ на вопрос, из какого он комикс-сериала. И к этому же вопросу мы добавляем следующую картинку-загадку. Он из того же комикса. Загадка номер 2. Из какого она сериала Дисней? Я смотрел Дисней, но вот что-то ее я не помню. Загадка номер 3. Как зовут этого персонажа? Его имя начинается на букву Ч. Автор специально перевернул рисунок для большей сложности. Сложная загадка под номером 4. Кто он? Из какого произведения? Подсказка. Автор рассказа Остафьев. По-моему, эти загадки были очень сложные. А вот вам парочка полегче. Как зовут этого бессмертного героя, над которым постоянно ставят эксперименты? И последняя картинка. В виде персонажа, какого мультика меня здесь изобразили? Это, пожалуй, самая легкая картинка-загадка. Даже я смотрел этот мультик, и он мне даже нравился. И меня всегда мучил один и тот же вопрос. Ну что, они такие глупые, что не могут узнать друг друга? В каждой серии они сталкиваются нос к носу. Но как можно не узнать девочку, у которой синие волосы? Я думаю, при просмотре этого мультика вас мучил тот же самый вопрос. Мне кажется, они просто очень невнимательные. И поэтому не обращали друг на друга внимания. Они же постоянно спасали Париж. Им было не до того, чтобы друг друга рассматривать. Вот-вот, они были невнимательные. А мне приходится быть очень внимательным, потому что мне надо много читать. И вот эти картинки-загадки я оставила для себя. Как его звать? Он очень любит помидорки. Я помню, как его звать. Его звать Лютиком. И еще один персонаж, того же автора, которого зовут Кошмарик. Он очень кошмарный, но на самом деле очень милый. И у него скоро будет день рождения. 28 апреля сыночек-пирожочек подрос, как пишет его автор София. 243 выпуск. Поверить не могу, что кто-то мог нас перепутать. Ну, ты понимаешь, брат мой названный. Просто было темно, и видимо, кто-то нас перепутал. Ну, не заметил, что мы с тобой в три раза отличаемся по росту. Это Рэнчел или Рэйчел. Она убила своих родителей и сшила их в одно единое. Господи Иисусе, что за ужас. У кого-то слишком буйная фантазия. Ангел по имени Том. Он злой. Ему 14 лет. Он любит лорда Васю. Создатели его вселенной это Натько, Лори и Дошик. А вот и тот, которого он любит. Вася демон. Он весел, ему 17 лет. Он любит своих друзей. Не любит, когда кто-то грустит. И он не хочет искать пару. Мы не ищем пару просто так, только по запросу. Я бы очень хотел понять, что тут написано, но я ничего не понял. Потому что автор написал сначала карандашом, потом ручкой написал. И там вообще ничего не видно. Все буквы вместе послились. Это картина под названием Депрессия. Не может быть у человека весной депрессии. Осенью бывает депрессия. Весной нельзя впадать в депрессию. Вот посмотрите на это милое существо, которое пожирает арбузик. Вот где оно весной его взяло. А ну-ка открой тайну нам, Ангелочек. Где ты взяла арбуз? Я тоже хочу арбуз. У меня прям слюни потекли. Мне теперь сложно будет разговаривать. Лаборатория Вали. Вот она моя лаборатория. Наконец-то я дошел. А вон тот, который валяется у него под ногами, судя по всему, не дошел. Он тоже туда шел. Зачем только не знаю. Алан 21 год. Любит он ничего. Не любит он тоже ничего. Характер у него злой, несносный. Он любит спать, хамить и ничего не делать. Ну знаете, хамить тоже надо уметь. У некоторых людей просто талант это делать. Первый персонаж по имени Ария. Ей 6 месяцев. Она кошка. Всегда грустная. Любит котиков, собак, Альбину и Лори. Они любят, она зло. Я думаю, зло никто не любит. Ну, кроме тех, кто им занимается. Как думаешь, нас еще помнят? Вот вы знаете, твое лицо вот я помню. Но как тебя зовут, вот хоть убей, я не помню. Ее имя Чахуняй. Это подруга придумала. Но она очень хорошо придумала. Необычное имя. Любит она котят, аниме, свою семью. Они любят, когда над ней издеваются в школе. Ну, еще есть волшебная заколка, которая может остановить время. Но об этом я, пожалуй, промолчу. Если что, я готов полезть в подвал. Алиса, ты только попроси. Только не напоминай, пожалуйста, Алисе про этот подвал. Она временно про него забыла, пока ходила в лес. А еще он хотел сказать Алисе комплимент. Но тут вдруг откуда ни возьмись появился Акио. Если кто-то не знает, кто такой Акио, это человек, который обожал нашу Алису. Но он куда-то пропал. Может, в командировку уехал. А эту птицу раптора девочку, которой два года зовут Хара. И ее друг или хозяин Грик говорит, что она очень высокая. Но я бы не сказала, что он сильно от нее отличается ростом. Но может быть, на одну голову она выше его. Приветик, я впервые здесь. Я новичок, но я скоро освоюсь, а канал смотрю давно. Ну привет тебе, новичок-старичок. Привет, Кэй Джей, давно не виделись. Знакомьтесь, это Иори. Ему 19 лет, ему из одного фандома. Иори меня бесит. Ну, по тебе не скажешь, что бесит. Скорее всего, он у тебя вызывает какую-то грусть. Я подумал сначала, что это девочка, но оказалось, что это пацан. А вот и тот самый Грик Григорий, который на Рапторе катался. Он демон, особенности один глаз под повязкой. На руке у него есть дырка. И что-то он на Гастера смахивает. Я бы не сказала, что он смахивает на Гастера, вот вообще не похож ни капельки. Тоша или Тоши Нори, раса Аксотль. Господи, что это за раса такая? Очень позитивный, лепит на себя бинты и пластыри, потому что считает это милым. Отлично плавает. У Тоши нет никаких секретов. Тоша это просто Тоша. Очень открытый, дружелюбная зефирка. Его волосы очень мягкие. Любит есть водоросли, а еще иногда носит очки чисто для красоты. Ой, я тоже люблю морскую капусту, она вкусная. О, его я помню, это Садже мужского пола. Сущность друид, характер спокойный. Персонаж не показывает свои эмоции на людях. Боится толпы, машин. Любит тепло, светлячков, деревья и огонь. Они любят холод и воду. Он 2 метра 15 сантиметров ростом. Ему 14 годиков. Это симпатяшка малышка пони, которую придумала Маша. Очень красивая у тебя пони получилась. И не менее замечательная принцесса Рарити, если я не ошибаюсь, потому что в пони я не силен. Я знаю Эппл Джека, Пинки Пай знаю, а вот это по-моему Рарити. Она просто великолепно так гордо подняла свою голову и шагает куда-то вперед. Вот некоторым бы надо взять с нее пример, задрать голову и шагать вперед. Чикен Джо, я перевел как курица Джо, но я так понимаю, что это не курица, а петух по имени Джо. Или как его называют в мультике Цыба Джо. А вот это Викуся, которой 13 лет, раса всевидящая. Характер милая Лоли. А это, наверное, ее подруга Маша Демон, которой 10 лет, она чернильный демон. Характер взрывной с 6 лет. Любит одиночество, печеньки и черный цвет. Автору лень было делать нормальный референс, поэтому он нарисовал только голову. Знакомьтесь, это Ячи Соул Дженнифер. 13-летний оборотень женского пола. Любит она чай, свитера, кактусы рисовать. Маркеры, семью, котов, милоту и кексики. Они любят она технологию, школу, зло, скуку и садистов. В описаниях часто все пишут, что ненавидят школу. А мне интересно, а за что именно вы ее ненавидите? Из-за своих одноклассников? Или может у вас злой учитель? Или вы, может быть, просто такие ленивые и не хотите учиться? Или есть ли те зрители, которые любят все-таки школу и ходят туда с радостью? Вот, например, Женя наверняка любит урок рисования, потому что смотрите, какой она сделала прогресс. Особенно от вот такой мангл с кривой физиономией до такого прекрасного розового зефирки. Или, например, Надя. Надя, наверное, обожает урок рисования. Она изрисовала все свои тетради в доме. Надя, ответь мне на вопрос, ты на обоях рисовала в детстве? И, кстати, прическа у твоей Ночко просто шикарная стала. Она ей отлично идет. Я уверен, что и Ангелина обожает урок рисования, но она не любит те темы, где надо людей рисовать. Потому что людей она не любит рисовать. А вот всякие фурии, животные и драконы у нее получаются на 5 с плюсом. И вообще, я нашел вот эти два рисунка, где она нарисовала Шишу и Владика. По-моему, с людьми не все потеряно. Они очень даже прекрасно выглядят. Красивая прическа, одежда. А ну, глазки просто прелесть. Поэтому Ангелина начинает рисовать людей. А вот этот автор просто обожает уроки анатомии. Хотя, я думаю, анатомию, скорее всего, все ненавидят. Он написал, что это типа такой Рикардо Милос. Я видел этого Рикардо Милоса. Рикардо далеко до вот этого прекрасного тельца. Ему еще худеть и худеть с его жирной попой. Меня помнят. Да, конечно, мы тебя помним, Эйр. Ты с нами уже, не знаю, миллион лет, наверное. Мы тебя никогда не забудем. Имя Галя, автор Валя. Расса человек. Любит всех доставать. Особенно Валю. Не любит он автора и то место, где работает. Хотя работает он хорошо. И Галя причем мужского пола. Интересный подход к выбору имени. А это Сара по фамилии Ли. Она русалка и 11 лет. Добрая, отзывчивая. Любит воду Кутеринку. Они любят зло. И поэтому они мечтают о мире во всем мире. Мой последний рисунок. Это звучит очень грустно. Не вздумай бросать рисовать ни в коем случае. У тебя прекрасно получается. У тебя есть свой замечательный стиль рисования таких тоненьких фигурок. Поэтому, несмотря ни на что, продолжай рисовать. Если кто забыл, как ее зовут, ее зовут Кира. А это трое ее детей. Одного из них зовут Лука. Ему 5 лет. Он любит маму, папу, брата, сестра, собак и автора. Второго ребенка зовут Ка. Ему 7 лет. Он тоже любит маму, папу, сестру и котов. А вот и Эля. Она самая старшая из них. Ей 9 лет. Она боится змей, пауков и так далее. Любит маму, папу и своих братьев. Бенди, ну что ты тут дочитал? Нам уже выдвигаться пора. Скоро темно будет. Борис, да у меня еще куча описаний, какой дочитал. Кто не успел, тот опоздал. Дома доделаешь. Не-не-не, дайте мне еще полчасика. Я сейчас быстро дочитаю. Хорошо, у тебя еще полчаса. Уильям, где мои цветы, где мой чай? Да, конечно, сэр, вот ваши цветы, пожалуйста. О, они даже лучше, чем я ожидал. А где мой чай? Эй, слышь, бяка, тут такое дело вышло. Твой чай, в общем, Салли выпил. Какой еще Салли? Ну, тот самый, которого не докромсали. Ах так, ну все, с меня хватит, я ухожу. Сэр, подождите, вы куда? Ах черт, у меня же закончился чай. Ладно, я возвращаюсь. Не переживайте, сэр, я вам сейчас изготовлю новый чай. Так, 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 давай, Уильям, готов чай. Я, я быстро дочитываю дальше. Это у нас Бен, мальчик, ему 19 лет. Он любит маски и короны. А это Сюсик, которому 13 лет. Он плюшевый лисенок. Он является игрушкой Ричарда, которую мама ему сшила, когда ему было 3 годика. Так что у Ричарда теперь есть не только чаек, но и Сюсик. Санхишим с неизвестной расой. Ей 17 лет. Ее раса неизвестна, потому что она существует с начала времен. Она всего лишь привязана к одной звезде, которой 17 лет. Поэтому она так выглядит, готова идти на Лорда Омегу, но не в бабском отряде. Я уже забыл про этот бабский отряд. Помню, помню, да, Алиса собирала армию против Лорда Омеги. Видимо, кто-то посмотрел наши старые выпуски и решил создать такого боевого героя. Еще один комикс, в котором я ничего не могу прочитать. Поэтому можете просто полюбоваться на свой комикс. Это можно посчитать за мем, когда у тебя на телефоне стоит Союз Нерушимых Республик Свободных. И ты вдруг в 6 часов утра приснувший его услышал. Он ушел на какое-то время не обижать героя в студии Катеринки. Нас никто не обижает, не переживай. Мэри Литтл? Почему она черно-белая? Она же была разноцветная. Почему она стала черно-белой и подстригла свою прическу? Эта скотина чуть не убила меня. Причем он ее убивал, видимо, в двух экземплярах. Потому что тут два одинаковых рисунка, на которых она жалуется, что он ее хотел убить. Инспектор Грин, как вам не стыдно? Здесь я тоже ничегошеньки не могу прочитать, потому что слишком мелко написано еще зеленым подчеркнуто. Я так понял, что это текст какой-то песни. Свап Оутер и Свап Спайси. На мой взгляд, свап-версия даже еще привлекательнее смотрится, чем их классические варианты. Старая девочка 15 лет любит магию Бена и щенков. Это, наверное, из мультика, которую Стар против сил зла. Я не знаю, как зовут этих персонажиков, тут ничего не написали. Но зато у них уже появился фан-арт или такая перерисовочка. Я представляю, как долго автор рисовал вот эти колечки на цепи. Наверное, замучился. Можно было взять какую-нибудь цепочку от кулончика и так просто ее положить, как будто бы нарисовал. Хинкали и Харчо. У меня один вопрос. Почему Харчо голубого цвета? Насколько мне известно, это же какой-то грузинский или армянский суп. Имя Канаки Рай. Костюм как земля. И это вся, пожалуй, не информация. Мои эмоции при просмотре летсплея по пятой главе. Стоп! Это же Сэмми! Сэмми! Сэмми умер! Все, это были все эмоции. Сэмми родился и Сэмми тут же умер. Мой лорд, я не умер. Я живее всех живых на целый век. Я знаю Сэмми, не обращай внимания на мои комментарии. Алиса, можно быть твоим модельером? Алиса обожает модельеров, так что ты будь осторожна, а то она тебя заставит работать круглые сутки. Это мой любимый фиолетовый цвет. Я обожаю все его оттенки. И сиреневые, и темно-фиолетовые, и лиловые. А вот я люблю все, что фиолетовое. Элиза фокусница, ее любимый цвет желтый. Она хочет пару. У нас был фокусник, но он где-то в другой передаче затерялся. А в сегодняшней передаче все, пацаны закончились. Но ты можешь поискать себе пару, например, в нашей ленте. И напоследок несколько комиксов. О, черт, только не это. Почему, почему я теперь никому не нужен, говорит Пеннивайз. Пеннивайз. И тут к нему подходит Таня и говорит, о боже, я же тебя люблю. Неважно, монстр ты или человек, все равно ты будешь моим любимчиком. И это очень даже заметно, что Таня обожает просто Пеннивайза. Она сделала кучу Пеннивайзов, огромную армию Пеннивайзов. И они уже на подходе, где-то рядом. Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня мы поговорим о котах в интернете и о страшной шерстяной болезни шеи. Сегодня мне пытались найти костюм в Пинтересте, но нифига не понял. Пришлось искать в Яндексе. Сама интригующая новость наших новостей. Мир бы не выпускал видео 5 месяцев. Неужели он мертв? Или все-таки это ЕГЭ и ОГЭ? Я самая красивая кошка, говорит Мурка, которую накрасила хозяйка. Неужели теперь она будет голливудская звезда? На это мы будем надеяться и завидовать такой красоте. И напоследок мы вам расскажем, как не заболеть страшной шерстяной болезнью на шее. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло? Видимо, вы не расположены к разговору. Ну ладно, чтобы вы не заболели этим ни в коем случае, не разрешайте себя рисовать. Мало ли какие придурки есть на белом свете. Ну а на сегодня наши новости закончены. А это Кэрри Вайт, которая пытается приладить камеру и говорит, приветик. У меня есть новость, но я лучше вам ее покажу. И она опять пытается повернуть свою камеру и показывает. А ну-ка покажи малявочку Кэрри Уня, скажи всем привет. Она говорит, хорошо, приветик. И показывает свою маленькую-маленькую лялечку, которую зовут Мирай. Сколько времени прошло с тех пор? Кэрри Вайт точно больше года уже с нами. И у нее появилась лялька. Конечно же хочется задать вопрос, кто папа. Я думаю, папу потом нарисуют. Думаю, эта мысль посетила не только меня. Но я не видела, чтобы об этом кто-то заявлял. Очередь стала неотъемлемой частью этого канала. И это ужасно. И если прерывать прием рисунков бесполезно, то почему бы не поискать решение в другом направлении? Почему бы не добавить еще одного ведущего? Это бы уменьшило или вовсе убрало очередь. А теперь я поясняю, почему от этого не будет никакого толку, даже если у нас будет 20 ведущих, наша очередь может убрать только ежедневный выпуск видео. То есть выпускать видео каждый день, и чтобы в них было примерно по 150 хотя бы рисунков. От увеличения количества ведущих она точно никуда не денется. Потому что мне и Борис помогал вести, и Алиса, и Ксуша у нас отдельно делает критику. Но это не избавляет нас от очереди, потому что делать видео каждый день это очень-очень сложно. Потому что на создание одного нашего видео длиной в 20 минут уходит весь день. Создание начинается с утра и заканчивается вечером. И мы иногда еле-еле успеваем до 9 часов вечера выложить видео. Но у нас сейчас появилась другая идея, потому что появилась такая возможность приобрести новый компьютер, более современный, чем наше оборудование. И возможно мы будем проводить стримы по рисункам. То есть эфир прямо из нашей ленты ВКонтакте. Но это пока все находится в разработке, и точно я вам ничего сказать не могу. А на сегодня наша передача подходит к концу. Спасибо вам за внимание, что вы смотрите наш канал, ставите лайки, пишите ваши комментарии. И конечно же огромное спасибо всем тем, кто подписывается на наш канал. А я ведущая этой передачи, Бенди Чернильный Демон, и весь наш мир цветных чернил говорит вам всем пока-пока, ребятки. Хорошего настроения, побольше улыбок, и чтобы все у вас было замечательно. Всем еще раз пока!